Добро пожаловать на канал Europe. Разработчик прислал мне очень интересную и очень хардкорную игру. Broken Blades 2D Platformer. У вас сразу должен возникнуть вопрос, в чем хардкорность этой игры. А дело в том, что здесь нет сохранений и у вас всего одна жизнь. А теперь представьте, как у вас будет гореть, когда вы дошли до босса и произошло следующее. Так, ладно, все, купили новую клавиатуру и погнали. Играем за рыцаря. И пока ничего страшного, но каждый враг наносит огромное количество урона, поэтому слишком к ним близко подходить нельзя. 3-4 хороших удара и мы уже можем начинать игру сначала. Иногда мы можем зайти в пещеру, но далеко не в каждую. Есть враги, которые наносят настолько много урона, что убивают практически с первого же удара. У нас есть еще возможность уклонения, когда мы делаем вот такой вот переворот. Также я очень извиняюсь за то, что в игре нет звука, я не могу ее включить, так как музыка впаяна в звук игры, а музыка находится под авторскими правами. Естественно, нашего рыцаря можно улучшать и от прокачки зависит все. Берем целителя, так как это даст нам возможность чуть-чуть восстанавливать хп. Конечно, это полностью не восстановит нам здоровье, но зато хотя бы от одного удара спасет, а это уже в этой игре очень важно. Ой, какой опасный момент, фух, успел пробежать мимо этой штуки. Буквально каждая вещь может нанести урон. И спешу вас порадовать или огорчить, уровни в этой игре постоянно меняются. Каждый раз будет что-то по-другому. Сейчас я иду на некоторую хитрость, я сначала убираю одного врага, потом сталкиваюсь с другим. Смотрите, когда он атакует, он имеет вот такой значок. У нас также еще имеется маленький инвентарь на две вещи. Иногда это очень здорово поможет, например, яблоко поможет нам восстановить немножко жизни. За то, что мы расправляемся с врагами, из них вываливаются иногда монетки, а за эти монетки мы можем что-то улучшать. Либо улучшать своего персонажа, либо его оружие. Ну и самое главное, перед тем как идти к боссу, нужно сначала подготовить своего рыцаря, чтобы он был мощный, с хорошим оружием и с хорошими характеристиками. Игра уже давно доступна в стиме и она в принципе не такая дорогая, но она действительно хардкорная и она действительно прикольная. Представьте, какие у вас будут ощущения, когда вы пройдете всю эту игру. Ух, это будет очень здорово. Помимо шкалы здоровья у вас есть еще так называемая шкала брони. Она забирается точно так же, как и здоровье. Ну, по сути, у вас две линии здоровья. Было бы совсем неплохо мне сейчас нафармить 20 очков, чтобы уже прокачать непосредственно свое оружие, которое еще до сих пор не трогал. Да, не в каждую пещеру мы можем зайти. И да, надо очень стараться вырубать. Вот смотрите, переворот я сейчас делал. С летучими мышами именно так надо бороться. То есть, как только она включает режим атаки, сразу делаем переворот. Зайдем сюда. Смотрите-ка, я сейчас стараюсь вырубить в начале одного врага. Вот что-то вкусное подобрал. Отлично. Теперь у нас еще больше брони есть. Из врагов также еще иногда вываливается возможность прокачки. И это очень важно, особенно на первых уровнях, так как вы должны построить своего рыцаря так, чтобы вам было комфортнее играть. Например, я знаю, какой сейчас будет на этой карте босс, но тем не менее, я хочу, чтобы у меня было гораздо больше монет. Так как если я 20 монет соберу, то я могу сходить и купить себе прокачку на свое оружие. Так как это 2D платформе, то соответственно управление в игре довольно-таки примитивное. Но тем не менее, например, прыжки вас могут заставить немножечко попотеть. Надо прям нажимать и удерживать так, чтобы он прям подпрыгнул как надо. Причем, как видите, можно еще использовать двойной прыжок. Иногда это очень здорово нужно. Поднимаемся еще выше. И не смотрите на то, что враг очень маленький. Он наносит действительно хороший урон. Вот такие места я очень не люблю. Тут надо прыгать очень грамотно. А не всегда это получается. Да, и все-таки на первоначальных этапах нежелательно пропускать врагов. Лучше их всех истреблять, так как из них вываливаются очень полезные плюшки. Итак, делаем длинный прыжок. Вот это очень опасный враг, он взрывается. Фу, мне повезло. Я был на увороте, поэтому мне этот взрыв был не страшен. Вот видите, как сложно попасть на такие места. Я решил, что сейчас пойду... Ой-ой-ой, это оказывается мышь, которая прыгает. На увороте она не может мне нанести урон. Так, там много из нее вывалилось. Яблочко у меня есть. Я могу съесть, однако броню я уже всю потерял. Чуть раньше я посетил дом, и там я подобрал свечку. Она нам очень пригодится в местах, где нет света. А такие места будут и даже на этом уровне. Посещаем теперь правую сторону. Здесь мы еще не были. Ой, осторожно. А-а-а-а, так. Излечивать, наверное, да? Конечно, берем излечивать. Так, одна крыса прыгает, другая просто пищит. Наносит урон. Та, которая прыгает, можно вот так вот ее вырубать хитрым способом. Сесть на уступ и, когда она подпрыгивает, наносить урон. У меня, кстати, до сих пор еще оружие дефолтное. Между прочим, я насобирал уже 26 монет. Надо будет сходить и улучшить свое оружие. Может, что-то полезное выпадет. Там тоже, кстати, все рандомно, поэтому неизвестно, что мне может выпасть. Так, ну-ка не кусай меня. Ну все, 37 монет я насобирал. Количество жизни у меня максимально. Яблочко мне не нужно. Посмотрим, что там наверху еще. Там враг есть. Ой-ой-ой-ой. Так, пещера. Ага, это у нас как раз темная пещера. И нам очень пригодится свечка, которая будет зажигать нам вот эти факелы. Иначе мы вообще не поймем, куда нам надо идти. Наверху наверняка есть что-то очень полезное, да? Просто так сюда бы мы не пошли. К сожалению, нам дали обычный обломок меча. Это очень плохо. Я надеялся, что будет что-то получше. Ну ладно, у нас есть еще возможность сходить за 20 монет, купить что-то полезное. Давайте туда сходим и купим. Надеюсь, нам повезет и нам попадется какой-то хороший артефакт. Кстати, вот здесь еще есть секретка. Я так и не понял, как туда попасть. Если кто-то знает, напишите в комментариях. Так что, как видите, и секретки в этой игре тоже есть. Перевороты нам спасают жизнь. Особенно в таких местах, где мы сталкиваемся явно с чем-то. Шикарно спасает на простых летучих мышах. Так, ждем, когда это все выстрелит. Покупаем и... Ооо, нам что-то было хорошее. Мощный разряд молнии позволит нам наносить очень хороший урон по как раз-таки боссу, к которому мы сейчас уже направляемся. В принципе, мы раскачали своего рыцаря. И мы, в принципе, готовы. Но чем дальше мы будем проходить, тем, соответственно, сложнее будет игра. Вот это место, где улучшение для оружия. Я не знаю, как сюда попасть. Оно по-прежнему здесь меня очень манит. Здесь у нас какой-то враг. Я не знаю, будем мы его убирать или не будем. Не, пожалуй, прыгнем. Как я уже говорил, прыжки здесь совершенно не изи. Так, вот там один враг есть. Мы можем вот так вот их вырубать. Так как у нас теперь есть очень крутой меч. Наверху очень опасный враг. Но при помощи переворотов мы его спокойно одолели. Эту летучую мышь при помощи переворотов сбиваем. Она прекращает свою смертоносную атаку. Здесь нас ждет... Ой, как сейчас повезло. Здесь нас ждал уже опасный враг. Выпало лезвие. Ну-ка. Мощный заряд молнии. Отлично. У нас теперь меч наносит очень сильный урон. И, кстати, мы можем еще два лезвия поставить туда. Но чем длиннее меч, тем, соответственно, дольше размах. Поэтому надо учитывать этот момент и не делать его слишком длинным. Но, тем не менее, он должен быть мощный. Направляемся к боссу, где нас ждет уже аж три врага. Как же эта крыса нас хочет сожрать. На обед, завтрак, ужин. Еще вываливается лезвие. Отлично. Давайте-ка поменяем. Теперь у нас меч наносит удар по полу. И еще вверх разряд происходит. Отлично. Это очень хорошо. Очистим себе дорогу от всех этих врагов. И как только будем готовы, сразу пойдем сражаться с боссом. Все. Отлично. Монетки нафармили. Кстати, монеток очень много. Как видели, при помощи переворота я смог даже пролететь огонь. Все. В бой. Сражаемся с боссом. Босс у нас летучая мышь. Он призывает своих маленьких летучих мышей. При помощи уворота мы можем побеждать их во время атаки. И вот он просыпается. И мы можем сейчас наносить урон при помощи своего меча. Он обладает своей интересной и уникальной способностью. Вот эти вот тычки, которые он сейчас хотел сделать, они бы нанесли очень много урона. Так, здесь уходим в край. Напоминаю, что на всего одна жизнь. И соответственно, если я сейчас проигрываю, то, соответственно, игра начинается с самого. А наносит эта летучая мышь очень большой урон. Поэтому во время вот этой атаки надо делать перевороты. Перевороты и увороты вот такие вот, как сейчас были. Очень жаль, что разработчик не сделал так, что музыка и звук в игре был бы раздельно. За простой удар смотрите, сколько урона наносит. Это он еще не замахнулся. А если он замахнется? Оооо, там будет очень колоссальный урон. Большая летучая мышь пошла отдыхать и призвала своих маленьких сородичей. Вот они летят, пытаются меня атаковать. Но не так-то все просто. Я тоже знаю, как с вами воевать. Причем, чем больше ты играешь в эту игру, тем больше у тебя интересного скилла появляется. И ты начинаешь шарить, как это все делается. Летучая мышь снова атакует. Но благодаря тому, что у меня хорошая прокачка на мече, я в принципе вплотную не сражаюсь с ним, а использую вот эту вот магию. Если бы мне пришлось наносить удар именно своим мечом, то я не знаю, продержался бы я тут или не продержался. Очень непредсказуемо. Так, он хочет атаковать. Но не, я тебе не сдамся. Включает уже какой-то новый вид атаки. То есть каждый раз он становится еще мощнее и злее. А я вот так вот просто по полу бью и урон ему наношу. Так, ну-ка не трогай меня. И как вы видите, несмотря на то, что у меня прокачанный меч, все равно он довольно-таки живучий. Что бы было, если бы я просто им наносил бы. Это бы затянулось на очень долгое время. Один-два удара и он бы пошел просто отдыхать. Я бы сражался с ним минут сорок, а может и больше. Неизвестно. Так, он опять проснулся. Последний разряд молнии и мы его побеждаем. Еее. Вот примерно что из себя представляет игра Broken Blades. Благодарю вас за просмотр этого видео. С вами был Юрок. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Заходите на официальный сайт и дискорд. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова